Ммм, я хочу их облизнуть. Он весь в плесени. Помнишь, как мы готовили бананы? Да, я помню, как мы готовили бананы и как мы потом ели клубничку. Сегодня не будем спать, нет? А, а, горячо! Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. Всем приветик. Ты должна была сказать, а впрочем, ничего нового, но ладно. В общем, сегодня мы подумали и решили, что нужно снять что-то изумительно великолепное, как в моей истории в инстаграме, где не так давно я готовила рецепт из одной игры. А какой игры? Спойлеры! Короче, недавно у меня появилась вот такая вот книга с рецептами из одной онлайн игры. И я попробовала сделать один из рецептов, он мне показался безумно вкусным. И тогда-то я подумала и решила, что, пожалуй, есть смысл на моем Ютуб-канале повторить что-то подобное. Сегодня, вместе с моей зеленоволосой тельняшкой, мы будем повторять рецепты из этой игры. World of Warcraft. Мы будем готовить, во-первых, напиток, во-вторых, супчик и, в-третьих, просто какое-то второе блюдо. Мясное блюдо. Да. Фрикадельки. Фрикадельки. Ну что, тельняшка, нам нужно пойти купить теперь продуктов для этих всех рецептов, что ты думаешь? Да, я, правда, очень голодная, боюсь купить всякой фигни, но пойдем. Все, пойдем. Пойдем покупать продукты, уходи. Ой-ой-ой. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Всего мы будем готовить три рецепта. И первым рецептом мы выбрали суп. В игре он называется суп из дичи с женьшенем. Что забавно, в реальном рецепте никакого женьшеня нет. Но есть ряд других интересных ингредиентов. Покажем вам их все перед тем, как мы начнем готовить. А пока мы пытаемся собрать все необходимое для всех дальнейших рецептов. Какого хрена он весь в плесени продает? Он весь в плесени. Да. Кстати, как вы думаете, у нас получится вкусное блюдо или, ну, такое себе? О, и напишите, пожалуйста, еду из какой игры или сериала, например, вы бы хотели, чтобы я повторила в моих следующих подобных выпусках. Держи чашечку. Сейчас я добавлю сюда куриный бульончик. А-а-а, горячо! Нужно добавить анис. Вот этот анис. Добавляй, открывай его. Две или три звездочки аниса. Раз, два. Теперь нам нужно добавить сюда красный перец чили. А для этого нам придется его нарезать с тобой. О-о-о, я буду это делать. Чур не я. Соевый соус у нас идет. Две столовые ложки. Как тебе пахнет чебульон? По-моему, прекрасно. А мне нравится. Ну, может... Он острый. Да, он острый. Попробуй. Надо студить. Я сейчас случайно харкну от смеха в суп. Будешь со мной его есть? Это будет суп с зеленью. А имбирь острый? Да. Блин. Да, суп будет еще острее. Мы наменьшали это адское варево, и теперь нам нужно поставить его на плиту и оставить на 15 минут. Следующим шагом нам нужно будет с тобой добавить масло вот в эту вот огнеупорную миску. Совсем немножко. Два кусочка грудки прямо сюда. Давай, клади его. Теперь мы просто кладем это с тобой в микроволновку, режим гриль, пока оно не дойдет до готовности. В сковороду насыпай чеснок. Нужно будет добавить нашу грудку и потом переворачивать ее через каждые 5 минут. Я режу шпинат, чтобы потом все это добро совместить. Сейчас у нас с тобой уже готова наша индейка. Индейка с суп готов. И нужно сделать лапшу. Нарезать курочку на достаточно большие кусочки и добавить ее снова в наш кипящий пульон и уже совместить шпинат, макарошки и не пюрешку, и уже нашу индейку. Ну что, как ты думаешь, что будет вкусно или отстойно? Не знаю, но выглядит достаточно аппетитно на запах. Выглядит очень аппетитно, а запах какой-то совершенно невероятный. Что ж, я надеюсь, будет вкусно. Давай пробовать, насколько вкусна будет еда из Варкрафта. О, фу. Фу, он острый. Он фу? Нет, он вкусный, он просто острый. Он очень вкусный. Это прям как дошик, только вкусный дошик. Похоже на вкусный дошик? Офигенно. Мне прям нравится, это очень вкусно. Я понимаю теперь, почему это восстанавливает жизнь и ману. Боже мой, капец. Почему так вкусно? Знаешь, даже как-то страшно стало, потому что теперь я объявлюсь за второй наш рецепт. Вдруг он будет отстойный на фоне этого супа. Не думаю. Мы с тобой умеем готовить. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Что ж, мы с тобой приготовили уже суп. Это было вкусно. Нам нужно приготовить тевтельки. Выглядят они, конечно, на фотографии просто потрясающе. Что нам нужно для того, чтобы их осуществить? Мясо, фарш, планировочные сухари, стружка типа лука или как она называется, кетчуп, яичко, чесночок, соль, бензамический, уксус и, на удивление, контент 18+, сидр. Внезапно! Раз, два. Мы решили одновременно готовить. Я соус, а Тилька подготавливает фарш для создания дальнейших фрикаделек. Да, целую чашку кетчупа. Ты понимаешь, целую чашку кетчупа в тевтеле. Так, размешаю пока все это добро кетчуп с сидром. Выглядит специфично, я вам так скажу. Тем временем нужно ставить мою эту штучку на целых полчаса вариться, чтобы соус был уваренный и густой, как попка-младенца, но нет. Пока варится соус, Тильняшка лепит шарики. Так, у меня будет только один вопрос к тебе. Что ты думаешь, по сути по запаху? Уксусно. Очень уксусно, прям перехватывает дыхание. Я очень люблю уксус, в особенности бальзамический, но это даже по мне, по-моему, перебор. Ну что ж, наша задача с тобой достаточно проста. Пролить тевтелечко. Да, протестировать. Ну, смотрится, в принципе, аппетитно. Выглядит, да, очень неплохо, согласна. А вы что думаете? О, кстати, напишите-ка мне, пожалуйста, какое бы блюдо из этих всех, которые вы увидите, вы бы хотели попробовать больше всего, и какой бы вы вот, ну, наверное, вы не хотели пробовать. Я хочу их облизнуть. На, ешь. Тесель на бордершафт. У нас плохо на бордершафте получается. Вот такое. Вообще максимально такое. Вообще невкусно. Прям вот вообще. Вот насколько это может быть невкусно, поверьте, настолько это невкусно. Это какой-то полный развод. Тесели не зашли, ребят, простите. Третьим блюдом, вернее, напитком, да, мы выбрали напиток. Амброзия из дольного очага. Очень интересно, что у нас получится, потому что на картинке это выглядит просто потрясающе. Поэтому этот напиток должен быть прям вообще супер бодрящим, как мне кажется, чтобы прям вдышь и вздрыжни. Чтоб мы вообще сегодня этой ночью не заснули, да? Мы сегодня не будем спать, нет. Смотри, нам нужно будет с ним смешать вот эти урочки воду. Нам нужно добавить сюда чайные пакетики. Совсем немножко, щепоточку. И нужно добавить кармандон. Да, кармандон, добавляй кармандон, а я пока нарежу грушу, которую нам тоже нужно будет туда добавить. Сегодня у меня день новых приправ кармандона. Так, а я тем временем нарезала грушу и тоже добавляю ее вот сюда, прямо сюда, целиком полностью. В смысле половину? Да, половину стакана сахара. Давай добавим просто столовую ложку, а? Мне кажется, половину стакана ты умрешь. Да, это тоже очень сладко будет. Вот так вот добавим. Да. Вот так вот. Все, хватит. Отправляем это вариться на 10 минут. У нас уже готов чаечек. По инструкции нам с тобой нужно вытащить чайные пакетики и добавить в нашу вот эту жижицу кленовый сироп и немножечко контента 18+, называется джинс тоник. Джинс. Сиропа нам нужно добавить 1 четвертую кружки. В принципе, выглядит на чай похоже. Возможно, у них была красная груша, кстати, поэтому она дала красный цвет. А у нас была белая. Ну, давай пробовать. Как? Пахнет вкусно. Очень вкусно. Ну-ка. Да, это похоже на какой-то медицинский корягу препарат. Очень странный. Я вам честно говорю, такое себе, прям максимально. Я могу сказать, что эта штука за счет того, что она такая пряная, она прям пробирает тебя и бодрит. У тебя нет такого чувства, что ты, когда ее пьешь, тебя ободрит. Ну, слушай, я сейчас распробовала, мне зашло даже. Как будто реально пьешь какой-то горячий сироп от кашля. Он прям такой, как будто вот еловый, какой-то вот такой вот. Да, шишки какие-то как будто, да, да, да. Как будто глинтвейн, но не глинтвейн. Я хотела походить про то, что шишка встала. Ну что, дорогая, что ты можешь сказать на тему того, что мы сегодня поели? Что было самое вкусное, на мой взгляд, что самое отстойное? Самое вкусное, на мой взгляд, это был супчик. Он был божественен, я бы такой суп себе даже попробовала бы сделать дома, потому что я запомнила рецепт, и если я не буду лениться, я бы его сделала и дома. Абсолютно плюсую, мне тоже суп понравился больше всего, меньше всего мне понравились тефтели. Они были такие красивые, такие элегантные, шикарные и даже сексуальные на фотографии, но в жизни фу. Что ж, обязательно напишите в комментариях, понравилась вам эта рубрика или нет, и если понравилась, то также напишите, из какого другого фильма, сериала или игры нам повторить блюдо. Что ж, и обязательно подписывайтесь на канал Тельнёшки. Тельнёшка не равно Тельнёшка. И всем спасибо за просмотр, и всем пока. До новых встреч, наверное.